Добрый день! Сейчас я вам объясню, как нарисовать предмет с физической формы и чтобы он получился объемным. Сначала покажу вам в рисунке, а потом в карьере. Здесь какой-то предмет круглой формы, свет падает отсюда. У предмета будет граница света, куда лучи попадают непосредственно на предмет и его освещают. Есть полутень, сюда лучи попадают по касательной, но предмет тоже здесь освещен. Есть собственная тень предмета, лучи сюда попадают плохо или не попадают в оси. И здесь есть рефлекс, рефлекс есть от поверхности. По поверхности стола. Есть еще падающая тень предмета. Если в рисунке штриховка светлой части предмета света будет легкая по форме, то полутень уже идет более насыщенной тональности. Тень идет еще более насыщенной. И у нас есть рефлекс. Рефлекс, если на глянцевой поверхности будет ярко выражен, будет подсвечиваться нижняя часть этого круга. Если это матовая поверхность, то рефлекс тоже будет только не так ярко выражен. Сейчас я усилю тень, чтобы показать разницу между полутенью и рефлексом. Рефлекс будет светлее, чем собственная тень предмета, но темнее, в зависимости от, конечно, поверхности, но темнее, чем свет. Падающая тень почти всегда светлее, чем собственная тень предмета. Некоторые художники, наоборот, усиливают собственную тень, чтобы показать объем предмета. Не забываем, что у нас есть блик. Блик есть на всех поверхностях, только на матовых он не ярко выражен, а на глянцевых ярко. Блик будет располагаться под 90 градусов от предмета освещенного, который дает этот блик. Допустим, окно или лампа. Блик будет тоже разной освещенностью, вплоть до чисто белого, если это глянцевая поверхность. Если смотреть по градациям, то цвет, блик практически не закрашен. Тень, полутень, тень и рефлекс, а также падающая тень. Видите, нужно создать такой объем, чтобы не было четких переходов между вот этими секторами, полутени, тени и так далее. Я показала утрированно, но в рисунке и в акварели, конечно же, таких четких переходов не будет. Теперь перейдем к акварели и намечаем тонким контуром форму предмета постановки. Вот так у меня лук. Аккуратно для тех, кто может забыть, намечаем тонкой-тонкой линии вместо бликов, где мы практически не будем закрашивать краской. Смачиваем кисть в воде и смачиваем наш предмет. У меня такая акварель, совмещенная Невская палитра и Сональе. Берем охру желтую, сильно разбавленную. Добавляем железный окислый, вот такой цвет. Приготовьте, пожалуйста, такие бумажные черновички, чтобы вы тут могли видеть, какой цвет в итоге получается, чтобы не накладывать сразу на основную работу. И заливаем предметом. У меня луковичка имеет неоднородный цвет. Здесь бок светлее, соответственно, нужно это все показать в рисунке. И поверхность, заметьте, глянцевая, поэтому блики будут довольно явно видны. Бок у меня идет лимонный и слегка желто-зеленый добавим. Пока поверхность сырая, сюда можно сразу по-сырому вводить новые цвета. Берем охру красную, охру желтую. И делаем полутень на луковичке. След вот здесь. Полутень. и на правиле. Размываю границу. Света и блика, чтобы не было вот такой явной границы. Но не забываем, что у лука есть фактура полосатая. Ее тоже нужно будет обозначить. Добавляем умру у основания лука. Ухру красную ведем с марсом коричневым. Введем конец плода, его засохшую часть. И нужно ввести еще тень. Тень, где сильно ярко не читается, я умрой. Чуть добавляю. Здесь шелуха, я могу ее просто указать. Вы можете это делать, это ровно не сыграет. Но для меня это кажется интересным моментом. Можно потом, когда уже высохнет рисунок, аккуратно наметить уже сухой почти кистью. И здесь слегка затемню, добавлю тень. Хорошо. Пока. Потому что все у вас. И так же. Нет. Да. Понял? Еще я не знаю. Пока наш предмет сохнет, мы наметим сразу падающий тень предмета. Она складывается из цвета поверхности, на которой падает цвета самого предмета. Не забываем, что если цвет теплый, то тень холодная. Я беру цвет индиго, холодный цвет, добавляю умру. Самая темная часть падающей тени, это на границе с предметом. Опять затемняю омбру и дига. И чуть ввиду красный охран. Так как предмет имеет сферическую форму, я здесь чуть подбираю краску, создаю рефлекс. Рефлекс от этой поверхности. Здесь рефлекс вот, тоже имеется, я сейчас его чуть сглажу. И теперь ждем, пока предмет не сохнет. Сейчас мы будем переходить к лисеровке. Будем создавать объем и текстуру предмета с помощью мазков. Которые мы будем накладывать одни на другие. Начнем с полотене. Берем охру. Добавляем туда золотистую. Показываю цвет такой вот. Можно брать чуть насыщеннее, потому что бумага съест часть краски, часть тона. Вот такими мазками накладываем, создавая объем. Можно стриховкой, потому что у лука есть, как полоски на кожуре. Продолжение следует... Продолжение следует... Не боимся вводить более темные мазки, чтобы закрутить лук. Создаем такую детализацию с помощью марса коричневого и сепии, такими короткими штрихами вводим дополнительные детали. Можно брать кисть потутьше. Я работаю поседоном номер 6, у него довольно тонкий конец. Для детализации можно брать совсем тонкую кисть или синтетику, единицу, двойку или же белку или колонок. Для ботанической живописи я использую синтетику для детализации. Кому интересна моя ботаническая живопись, посмотрите у меня в ленте в инстаграм профиле. Музыка. 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 Сухой кистью можем чуть выбрать краску. Музыка. Музыка. Пока пока она ещё не до конца высохла. Ухру добавим зеленый или желтый зеленый. Ухру добавим зеленый. Детали, текстуру придаем луку. Детали, текстуру придаем. Детали, текстуру придаем луку. Детали, текстуру придаем луку. Детали, текстуру придаем луку. И подчеркнем смесью сепи и сумрой падающую тень. Под предметом чуть-чуть ее растянем. Детали, текстуру придаем границу с трем. Вот такой получился у нас лучок. Можно, если хотите, добавить еще фона. Предлагаю, чтобы выделить предмет на передний план, можно фон сделать холодным. Опять-таки, я могу использовать цвет индиго. Сейчас я вижу, что нужно чуть притушить рефлекс от стола. Можно чуть усилить тень собственную. Краска уже просохла и видно, что тон чуть сиелся. Продолжение следует... Что мы тут видим? Свет, полутень, тень, рефлекс. На этом я урок заканчиваю. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok